Накануне в городе над Бугом прошло заседание коллеги Комитета государственного контроля Брестской области. На повестке дня результаты проверки соблюдения организациями системы образования и законодательства, регулирующего вопросы государственных закупок, а также подведения итогов первого этапа вступительной кампании. В Брестской области централизованное тестирование проводилось по 11 предметам в четырех вузах и в одном среднеспециальном учебном заведении. В комиссию по контролю были привлечены 725 сотрудников Комитета государственного контроля, учреждений сферы образования и общественных организаций. По результатам тестирования 95% только прошли тестирование или пришли на проведение тестирования, 5% не явилось на сдачу. Конечно, в этот процент вошел ряд абитуриентов, которые по каким-либо причинам забыли документы и, к сожалению, не попали. Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании началась еще весной. Испытания по этой форме проверки знаний прошли практически 49 тысяч абитуриентов. Централизованное тестирование в учебных заведениях области в этом году было организовано на достаточно высоком уровне. На местах создана благоприятная обстановка. Оперативно решались все организационные вопросы и учитывались пожелания абитуриентов, не противоречащие законодательству. Централизованное тестирование прошло организованно, была создана доброжелательная атмосфера. В общем-то и от родителей, от абитуриентов к нам каких-то замечаний не поступало существенно. Поэтому, на мой взгляд, все достаточно на достойном уровне было организовано. В университете обратились к нам родители одного абитуриента, который высокого роста. И мы для него организовали отдельное место для того, чтобы он мог нормально сдать все вступительные испытания. Кроме того, на заседании коллеги были рассмотрены результаты проверок соблюдения организациями системы образования и законодательства, регулирующего вопросы государственных закупок. Итоги показали наличие некоторых нарушений в этой сфере, среди которых несоблюдение правил размещения информации о проведении закупок на официальном сайте и неправильный выбор необходимых процедур. Проверки показали, что при использовании этих средств отделами образования, спорта и туризма не удалось в полной мере обеспечить исполнение законодательства. Имеют место нарушения на всех этапах проведения государственных закупок. Наиболее распространенным нарушением является это неразмещение информации на официальном сайте или в средствах массовой информации о фактически планируемых закупках. Коллегии комитета были внесены предложения управлению образования Брестского облсполкома, а также местным исполнителям и распорядительным органам по принятию дополнительных мер для предупреждения правонарушений, одна из которых – повышение юридической компетенции сотрудников, осуществляющих сопровождение процедур закупок. Ведь незнание законов не освобождает от ответственности. Продолжение следует...